Всем привет, ребята! Вы на канале Джулия Джулия и с вами Юля. И сегодня я снимаю видео Bexu Full 2018 и в этом видео мы с вами будем собирать мой рюкзак, посмотрим что же у меня в школьном рюкзаке и также соберем один из четырех пеналов. Тоже посмотрим что же у меня будет в пенале. И кстати, ребята, в этом видео у меня конкурс на три огромных посылки от меня с канцелярией. Мы будем вместе с вами ее выбирать, когда кто-то выиграет. И конечно же это все честно, так как в инстаграме у меня будет прямой эфир, когда я буду это все разыгрывать рандомно. И конечно же потом это все выйдет на ютубе, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить этот конкурс. А он будет где-то в конце или в середине этого видео, поэтому давайте поскорее уже начнем. Я думаю, нам стоит начать с пеналов, так как они маленькие. Давайте начнем с него. Я думаю, что мы будем собирать вот этот пенал, так как он очень красивенький. И он с моим котиком Лепсиком, хотя он у нас каким-нибудь котиком, но я его называю Лепсиком. Вы видите, на заднем плане, вот тут вот мой котик Лепсиком. Очень-очень хорошенький. И вот он пришел, лежит, не знаю какое время, но пока что он лежит на тетрадках в бедной стадии, но все равно. Такой вот красивенький пенальчик, голубенький. И тут есть вот такая вот подкладочка с цветочками. Оранжевый из Сочи. Сочи и достопримечательницы Сочи, которые я купила где-то за месяц до окончания учебного года в седьмом классе. Конечно, я могу. Далее, самый последний пенал с пандочкой, но его я отдам Насте, так как он совсем легкий, и в нем удобно носить фломастеры, поэтому я его отдам Насте. Пенал мой самый любимый, с Лепсиком, с Лепсиком. Давайте начнем ручки. У меня две большие упаковки из Вьетнама. Тут восемь ручек. Черная. Черная тоже бывает перегружается, например, в каких-нибудь Олимпиадах, поэтому у меня вот такая вот одна черная Эрик Рауз. Вот такая вот черная гелевая ручка с собачкой Эрик Рауз. Ну, давайте ее будем складывать. К нам пенальчик. Одна ручка есть. Эти ручки покупала во Вьетнаме. Вот эту ручку покупала в Таиланде. Она новенькая. А вот эту ручку я выбрала на соревнованиях по карате. Кто не знает, хожу на карате. Написано Федерация каратерик узкой области ВКФ. Давайте, наверное, ее положим. Эту я ручку не буду пока брать, она будет у меня пусть лежит дома. Давайте возьмем какую-нибудь одну из этих ручек. Они одинаковые, но отличие в том, что вот тут есть белый верх такой вот. Давайте, наверное, возьмем ручку с белым верхом. Возьмем одну вот такую вот ручку. Кладем две ручки к нам в пенал. Все, у нас получилось три ручки. Я вам все ручки подробно показывала, как они пишут и так далее. Кто не видел, по ссылочке перейдите у меня по сказочке или по ссылочке в описании. Это был Back to School самый первый из канцелярии. Берем карандаши. У меня пока что на первое время четыре карандашика. Два карандашика деревянные, вот такой вот зелененький и синенький. И карандашик розовый и зелененький. Они такие вот более пластмассовые и быстрее ломаются. Давайте возьмем один розовый карандашик и один вот такой вот синенький. Так, кладем пять предметов в нашем пенале. Привезла я эту точилку из Сочи. Такая вот маленькая точилочка с гепардиком, написано Сочи. И тут еще был ластик Сочи, думаю, вы видели в прошлом Back to School. Но он уже у меня, конечно, закончился. И давайте туда положим свой ластик. У меня есть ластик Милан и ластик Эрик Краус. Но он большой, поэтому давайте его не будем пока класть, пусть лежит дома. А возьмем вот этот маленький ластик Милан. Немножко краска тут съехала, потому что я им уже пробовала стирать хорошо, отлично стирать. Поэтому вот такая вот у нас маленькая точилка с ластиком. И тоже складываем нам в финал. Купила как и сам набор, так и две вот у меня получились такие яркие, неоновые транспортиры и линейка. Набор такая вот новенькая и линейка вот такая вот прозрачная. Я думаю взять прозрачную, и она более подходит к моему финалу. Поэтому складываем прозрачную линейку. Мне, конечно же, понадобится транспортир. Другой я купила, потому что он более удобный, чем вот этот транспортир, он мне вообще не нравится. Поэтому давайте его положим ко мне в финал, складываем. Любой треугольник есть как зеленый, так и розовый. Но я думаю взять зеленый, так же мы не собрали циркуль. Циркуль у меня новый, фирма Мэйпид. Запасной стержень пусть лежит. А возьмем сам циркуль, я вам уже подробно его показывала. Поэтому тоже складываем. И давайте перейдем дальше. У меня есть два текстовые делителя из Вьетнама. Я там затарилась в канцелярии по полной, как и Настя. И есть два текстовые делителя из Продолита. Делители, так как они достаточно большие, я хочу взять желтый. Зеленый пусть дома остается. Желтый и розовый. Вот наш пенал, он уже что-то очень много набит. Калькулятор мы используем на физике. Я его покупала не в начале года, где-то за месяц до окончания учебы. Так как у нас начались контрольные, где просто не разрешают телефон с калькулятором. Только сам калькулятор. И я взяла маленький, крошечный. Столько у меня вещей, как видите, просто уже все вываливается. Так, открываем мой рюкзак. Есть такая вот застежечка на ручке. Вот так вот открывается. Так что, если у вас что-то закатилось прямо вниз, то можете спокойно открыть. И пенал я складываю. Пенал я складываю вот сюда. И давайте начнем собирать экраны. И сейчас мы перейдем к самому моему любимому. Тут, конечно же, не успешно. Ай, тихо-тихо, не рверьте, тратками, пожалуйста. Они же такие красивые. Обложки пока что не буду сейчас одевать, но мы их, конечно же, сложим на форфель. У меня есть... Тут всего 32 обложки. 30 у меня в упаковках. А две очень-очень плотные такие. И их просто так положим, давайте. Вот упаковка, набор обложек. 10 штук тут, поэтому тоже их складываем. Есть такие заметочки. Это Настя участвовала в конкурсе, точнее в челлендже и купила их себе, но со мной тоже поделилась. И давайте их положим в вот этот маленький кармашек, потому что мало ли что-то придется записать, и пусть они всегда живут со мной. Мало ли, например, на изо или на каких-то других приметах фломастеры, карандаши, изо, гуашь и так далее, краски. Всегда могут испачкать в наши руки, но у меня всегда есть салфетки. И все, наверное, знают просто, что я всегда ношу с собой салфетки, у меня всегда они есть. Сладем мы их в маленький вот такой кармашек. Такие вот маленькие закладочки мне не поднимают настроение. Эти закладочки уже у меня служат третий год, понимаете? И я никак не могу им найти вот именно такие закладочки. Остальные какие-то, ну, с рисунками всякими интересными. И не вижу таких вот со всякими дверюшками. Так что, кто знает, в каком магазине есть такие закладки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я хотела какой-то темный, потому что все дневники у меня были яркие, очень-очень яркие. А этот дневничок темный, поэтому я его взяла. Нам участвовали с Настей в челлендже. То я купила себе вот такие вот красивые тоже закрепки. Давайте прицепим сейчас дневник мне вот такую вот мишку. Очень миленько мишка выглядывает, красивенько, миленько. Самых маленьких это тетради, которые меньше 48 листов, так как нам на русский алгебру и геометрию, к сожалению, нельзя толстые тетради. И нам нужно на каждый предмет по две тетради. Я думаю, вы знаете, а кто не знает, то у нас получается, одну тетрадь мы сдаем учителю, учитель проверяет, что там написано в этой тетради. И потом он нам выдает, а мы ему уже сдаем другую тетрадку, и вот такая вот у нас цепочка получается. Сначала выберем тетрадки, которые я буду убрать на русский язык. Вот такая вот тетрадка, я вам, конечно же, ее уже показывала. Такая тетрадка, это 24 листа, и вот такая тетрадка с котеечкой. Такие тетрадки, они мне больше всего нравятся, поэтому давайте их и складывать. Все тетради, ну практически все, тут есть еще и которые зелененькие, они тоже есть в линейку, но они мне пока не понадобятся. Давайте теперь выберем тетрадки на алгебру. У меня есть вот такие вот две. Хочу просто соединять наборами, потому что я их так распределила. Вот есть еще одна, но я думаю, вот эти пусть пока лежат дома, они мне не так сильно нравятся. Давайте вот эти две у нас будут на геометрию складываем. Две у нас, давайте, будут на алгебру тоже складываем. Вот так вот у нас получается. Есть, например, вот такая вот тетрадочка, блокнотик. Я ее выиграла в конкурсе. Давайте мы просто возьмем, давайте, вот такую тетрадку. Тетради, которые мне нужны. Какие не нужны, пока что мы отложим, потому что я купила еще кучу предметных тетрадей. Так, первая тетрадка у меня по биологии. Мы ее пока тоже отложим. Информатику тоже. Географию мы складываем. И пока что тоже ее складываем. Этрию тоже пока отложим. Химию давайте возьмем. Так, физику тоже. Мне тоже возьмем. Запись иностранных слов тоже нужна. Тетрадка пусть пока лежит дома. Тетрадка с жирафиком пусть тоже пока лежит. Сочи пусть тоже, Бёрст тоже пусть дома остаётся. Такая тетрадка тоже пусть пока лежит, ждёт своего чата. Я не использую эти тетради, потому что у меня есть вот такие тетради. Я зашла в Продолит или в Кляксу, точно уже не помню, и просто увидела эти тетради, и просто они меня свели с ума. Она, во-первых, с белыми листами, белые чистые листочки, и самое главное то, что с ней никогда не будет скучно на уроках, потому что у неё есть с обоих страниц, то есть и спереди, и сзади есть раскраска антистресс. С этой стороны у меня есть ананасик. Можно взять любую ручку, даже если у тебя всего одна ручка, и то синяя, то, мне кажется, всё равно можно раскрасить, и будет довольно прикольно, чем ты хоть заняться на уроках. Кототип этой компании, бренда Fine Books. Возьму на музыку, поэтому давайте её складывать. Это Best Friends. Далее тетрадка с пончиками. Кстати, мне нравятся тут очень красивые такие раскрасочки. Это стресс, особенно вот эта. Очень модная и красивая тетрадка. Тетрадочка, мы её сложим ещё в тетрадке. Вот такая, это просто самая моя тоже любимая, с пальмовыми листьями. Написано «Алоха» с мороженкой. Очень милая такая, космическая. Сзади, конечно же, есть логотип Fine Books. Если вы захотите, то ссылочки есть, конечно же, в описании для вашего удобства, чтобы вы, как я, не искали их. Тут четыре предметных тетрадей. И в этих тетрадях, знаете, что необычного? Тут не раскраски антистресс, а тут игры с другом. То есть, сзади есть игра с другом. В каждой тетрадке различные игры, поэтому вы точно не заскучаете. Если вы решите какую-то страничку по математике, алгебре, точнее, по математике, это алгебра или геометрия, то скорее фотографируй свою тетрадку, у которой у тебя есть Fine Books, и также фотографируй задачку свою, которую ты не можешь решить, и отправляй им в их официальную группу, там есть специальное обсуждение, или же на специальную страничку. Конечно же, я для вашего удобства оставлю все в описании. Впереди написано «Биология». Давайте, конечно же, ее вложим. Тетрадка самая моя любимая из предметных по английскому языку. Что еще в них есть интересного, кроме как игры сзади? Тут есть игры на сзади тренички, а спереди тут есть, как у всех тетрадок, справочный материал, но он не такой скучный, как в предыдущих тетрадях, которые просто обычные. Тут есть специальные всякие зарисовки, картинки, и тут вот, например, написано «Прошедшие времена» в английском языке, и тут есть миленькие единорожки, поэтому очень-очень интересно читать, все запоминать, что складывать в истории, такая же, как в биологии. Мне очень понравился тут король такой. И внутри, конечно же, есть справочный материал. Так, мило, прикольно оформлен. Вот такая тетрадка у меня оранженькая, прикольно яркая. Давайте, это мой самый любимый мемчик из всех тех предметных тетрадей. И тут написано «Информатика», такой человечек в айпаде, очень-очень мило. Такая-то интересненькая игрушка. Мой рюкзак. Давайте теперь застегивать. Так, ребята, давайте я вам расскажу условия моего конкурса. И первое правило. Вам нужно, конечно же, быть подписанными на мой канал, потому что, когда я буду выбирать специально роддомным способом, через специальную программу, то она может просто вас не учесть, если вы не подписаны на мой канал, хотя бы не выполнили одно условие. Тебе нужно поставить лайки под пятью моими видео. То есть под этим обязательно. И еще под четырьмя какие-нибудь видео. И они будут по ссылочке в описании. Там есть четыре ссылочки. Хотя там больше ссылочек, но переходи на первые четыре ссылочки, и у тебя займет это меньше минуты. Тебе нужно написать в комментариях «Я участвую» и какую канцелярию ты вообще любишь. Быть из разряда «Бэк ту скул». И, конечно же, главное написать «Я участвую», а также скинуть ссылочку на свою страничку ВКонтакте или же скинуть свой ник в Инстаграме, где с тобой будет проще связаться. А четвертое правило. Тебе нужно посписаться на мой Инстаграм, так как там выйдет прямой эфир, то есть я буду там разыгрывать, поэтому не переживайте, этот конкурс будет 100% честный. Ссылочка на мой Инстаграм есть в описании, да и вообще на все мои соцсети, в Мьюзикале, ВКонтакте, Инстаграм, наша официальная группа ВКонтакте, так что все-все-все найдете внизу. И давайте теперь перейдем к призам. И третье место это будет письмо с канцелярией, вообще во всех боксах, которые я вам отправлю, будет канцелярия и другие всякие вещички, письмо, конечно же, от меня, может какие-то наклеечки, всякие различные штучки, поэтому, конечно же, участвуйте. И третье место это будет все в виде письма. Второе место это будет бандеролька, уже больше. И первое место это самое главное, конечно же, посылка, там, конечно же, будет больше-больше всего, чем в предыдущих, но все равно тоже будет очень приятно получить, мне кажется, каждый приз. Ну что ж, я надеюсь, что именно вы выиграете. Желаю вам удачи. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Это было все. На этом все. С вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра. И всем пока-пока!